Есть ли в трейдинге Грааль? И вот это такая извечная, сложная тема. Вот она реально у каждого своя. Есть ли Грааль вот в этом? Есть ли вообще в жизни Грааль? Ну, в общем, каждый этим вопросом заморачивается, как хочет. В данном случае, конкретно применительно к трейдингу, этот вопрос можно перевести так. Есть ли в трейдинге некая совокупность действий, последовательность действий, некоторое количество правил или какая-то такая вот стратегия с чем-то связанная, которая всегда при любых обстоятельствах, в любой момент, вот сколько хочешь, всегда приносит бабло. Вот некий такой философский камень, знаешь, который из любого говна сделает золото. Я, как мне кажется, разбираюсь прекрасно в том, как это устроено, и мне этих знаний хватает для того, чтобы сделать вывод о том, что какой-то волшебнейшей стратегии, которая всегда приносит деньги, нет. Даже сама стратегия, то, что она на истории, на предыдущей, что-то там такое показывала, не факт, что она будет работать с того момента, как ты начнешь по ней торговать. Потому что любое твое действие в рынке, в настоящем рынке, оно приводит к некому дисбалансу сил. То есть ты вмешиваешься в этот процесс. И это начинает влиять на рынок. Ну, это не всегда. То есть если 100 акций зайти в Банк оф Америка, то, конечно, вряд ли что-то в этом мире изменится, никто не заметит. Он очень-очень ликвидный, и там таких миллион. Но для какой-то акции там пакет в тысячу будет очень-очень сильно действовать. Поэтому если вдруг мне такой вопрос задают, есть ли Гральф в трейдинге? Я говорю, есть. Расскажешь, человек уже такой, типа записывать вход-выход, условия, сигналы. Я говорю, нет. В стратегиях, правда, нет. В стратегии, я говорю, можно даже два совершенно обезумевших мувинга, ну, вот эту стратегию взять, там, пересечение скользящих средних, и прикрутив в ней грамотный риск-менеджмент на историю, получить огромное количество данных за большое количество времени, где она будет, там, очень положительной. И в будущем, возможно, тоже. Ну, то есть чисто теоретически можно с помощью некоторых параметров, а именно риск-мани-менеджмента, заставить даже самую безумную идею работать. Но Граль-то не в этом. Граль, точнее, то, что можно считать Гральем, это твое отношение к торговле, твоя устойчивость психическая, в первую очередь. То есть если ты, ну, реально, от каждой потери готов там выпрыгнуть из окна, они тебя там гложет, мучают, это беда, тут как бы этого не будет. Но если ты абсолютно не восприимчивый к этому человек, то это, в принципе, уже похоже на Граль. Граль, в первую очередь, он в соблюдении правил своей торговой системы, если она у вас есть. Это хладнокровие, спокойствие, умение анализировать, умение ждать. То есть все, что можно отнести к Гралью, это исключительно вещи психологические и непосредственно с трейдингом вообще никак не связанные. Ведь даже если представить себе ситуацию, когда у тебя есть инсайт, ну, грубо говоря, вот компания чем-то занимается, да, вот у нее есть график акций. И, допустим, только пять человек, там, самых, ну, скажем так, максимально приближенных к ее верхушке ее создателей, да, и руководителей, знает о том, что вот они там что-то такое охрененное нашли, там, научились делать или, ну, в общем, у них есть информация или хотя бы планы и намерения, или возможности осуществить нечто, что приведет к тому, что цена акций точно улетит на, там, в два, в три раза и более. Даже знание этой информации, и то нельзя считая Гральем, и, возможно, тебе в итоге не поможет совершить стопроцентный крутой трейд. Короче, товарищи Гральи, искатели, Гральи, веды. Не то чтобы я, как бы, хочу вас отговорить заниматься тем, чем вы занимаетесь, занимаетесь ради бога, лишь бы удовольствие приносило. Но для тех, кто, как бы, способен рационально мыслить я, в общем-то, призываю это продолжить делать и понять, что, конечно же, Граль, он может быть только внутри вас самих. То есть это ваше умение следовать своей системе, несгибаемая воля, большое желание, определенное удовольствие от того, чем вы занимаетесь. В общем, вот он где-то здесь должен находиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!